Николаю Алексеенко показали стадион «Локомотив», который уже в этом году будет капитально отремонтирован. На проведение работы из областного и местного бюджетов выделено 43 миллиона рублей. Уже объявлен аукцион на выполнение капремонта. Рядом со стадионом расположен клуб «Первого мая», оснащенный всем необходимым оборудованием. Здесь прекрасный зрительный зал, в фойе организуют различные выставки. Одним словом, здание не стоит без дела, как и местный кинотеатр «Мир». Здесь также созданы комфортные условия для зрителей. На территории средней школы номер 3 расположена современная площадка для сдачи норм комплекса «Готов к труду и обороне» и тир, где гости смогли оценить свои стрелковые навыки. Николаю Алексеенко рассказали о ковидном госпитале при Унеческой ЦРБ. Здание отремонтировали и подготовили к приему больных в самые кратчайшие сроки. Здесь имеются емкости для кислорода, который жизненно необходим при лечении тяжело протекающей болезни, вызванной коронавирусом. В завершении визита Николай Николаевич посетил один из знаковых объектов городского благоустройства Унечья – сквер «Аллея героев», в котором установлены стелы с именами унечицев, чей подвиг оценили высшей государственной наградой. В начале аллеи у подножия пьедестала, на котором установлен легендарный Т-34, горит вечный огонь. Под открытым небом размещена экспозиция боевой техники. Мы сегодня посетили город Унечья, и считаю, что он по праву занимает одно из передовых мест среди российских малых городов. В частности, Унечья на 24-м месте среди почти 500 российских городов по рейтингу комфортной городской среды. Современные парки, благоустроенные пространства. Вот сейчас мы находимся в прекрасной аллее героев, обустроенная. Современные кинотеатры, детские школы, сады. Все это сейчас активно красится, убирается, в прекрасном состоянии находится. Я думаю, что жителям в таком городе очень комфортно жить, очень уютно. Многие объекты планируются еще к благоустройству. Тот же стадион «Локомотив», парк «Уральских добровольцев». Они будут благоустроены и в дальнейшем в рамках программы по комфортной городской среде. Я желаю всем жителям города хорошего настроения в преддверии майских праздников. И по-доброму им завидую, что они в таком хорошем, благоустроенном городе живут. Александр Новиков, Андрей Шевченко, Григорий Дупанов, Евгений Цветков. События у Неча.